Всем хай танкеры! Злобин на связи! Сегодня я приготовил для вас очень интересное и познавательное видео. Я расскажу вам о танках, которые легко могли бы стать главными героями сказки Ханса Кристиана Андерсена «Гадкий утенок». Топ-3 самых уродливых танков в стоке и их перевоплощение в сильнейшие машины на уровне в топовом состоянии. В стоке эти танки являются гадкими утятами, совсем не похожие на самих себя. Но как только вы прокачаете их в топ, вы вовсю ощутите не только внутреннее, но и внешнее преображение. Что ж, жду от вас максимальной поддержки в виде лайков и комментариев. Также не забывайте подписываться на канал, ведь в это воскресенье, 11 сентября, я проведу стрим, где любой из вас может принять участие в розыгрыше премиум и коллекционных танков от 8 до 10 уровня. Оформляйте подписку, такие стримы будут проходить довольно часто. Приступайте к просмотру ролика. «Калибр» – многопользовательская онлайн-игра третьего лица про современный спецназ. В «Калибре» вы можете играть за оперативников из разных стран. Каждый оперативник уникален. В бою участвуют команды из четырех человек – штурмовик, снайпер, медик и боец поддержки. При этом все оперативники различаются набором вооружения, характеристиками и спецспособностями. В игре доступны ПВЕ-миссии и бои против других игроков. Сочетание бойцов и их характеристик дает множество вариантов взаимодействия и развития боя. Здесь решает тактика. Залог победы в «Калибре» – грамотная оценка ситуации и слаженность действий всех игроков в команде. Честный фри-ту-плей. Ваш главный ресурс в «Калибре» – время. Поэтому быстрее заходите в описание, скачивайте «Калибр» по моей ссылке и играйте в свое удовольствие. Начнем от мала до велика по уровням. Первым в моем топе будет АРЛ-44. Вы наверняка знаете, какой он в топе. Но часто ли вы видите его в таком состоянии? Да, такое ощущение, что у француза разболелась голова, а парацетамола рядом не оказалось. Вот ее и раздуло. Нет, ну серьезно, что это? Кто это придумал? Сначала сделали скворечник для птиц, а потом ни с того ни с сего решили ему корпус и гусеницы приделать, вставив дупло орудия? В общем, после прокачки БДРа вы получите это чудо. Сразу скажу, что все характеристики будут обозначены с учетом 100% экипажа, потому что разучить танкиста выполнять свою работу у нас в игре нельзя, даже если их контузит выстрелом КВ-2. Несмотря на крепкий лоб корпуса, как для тяжа 6 уровня, стоковая башня настолько серая, что ее пробивают даже легкие танки без каких-либо проблем. Еще бы, по этой будке невозможно промахнуться. Орудие от предыдущего тяжа, мягко говоря, не впечатляет. Против тяжей 6 уровня вам придется стрелять только голдой по уязвимым зонам, а против семерок просто страдать. Да и вообще, как можно играть на танке, который выглядит таким образом? Это невозможно. Но, если вы потратите свободный опыт или все-таки прострадаете бои на этом уродце в рандоме и выведете Арла в топ, вы не сможете нарадоваться этой машине. В топе француз становится одним из лучших танков на 6 уровне. Вы начнете быстрее вращаться при установке новой ходовой. К вам прибавится аж 200 лошадиных сил с новым двигателем. Башня! Она обретет обтекаемую форму и станет держать удар. И самое главное, это орудие. С пробитием и уроном в минуту, как у 8 уровней, АРЛ становится самым жестким танком среди одноклассников. Недаром в турнирах на 6 уровнях это самый часто встречающийся танк. Крутая подвижность в сумме с действительно хорошей броней как корпуса, так и башни уже говорит о том, что танк силен. А вы прибавьте к этому еще и самое сильное орудие на уровне. Вот-вот. В стоке гадкий утенок, а в топе прекрасный лебедь. Но это только первый танк из моего списка. Впереди еще два. Поехали дальше. Теперь я расскажу вам о 8 уровне. Здесь расположился поляк 53ТП Марковского. И тут я уверен, что большинство из вас даже не знали, как этот танк выглядит в стоке. Да я когда видел его в боях, думал, что разработчики вели какой-то новый танк в игру. Но нет. Такая башня в стоке у Марковского. Выглядит, конечно, очень комично. Особенно с этим коротким орудием от 7 уровня. Но давайте теперь к цифрам. В плане мобильности я был приятно удивлен. Вы немного теряете, играя в стоке. Довольно терпимая динамика. Я бы даже сказал, неплохая. Но орудие без урона в минуту и без пробития это что-то. Вам придется реально выцеливать слабые зоны противников голдой. Потому что на ББ пробить очень тяжело. А большинство тяжей даже невозможно. При этом стоит заметить, что башня не такая картонная, как у Арла. Из-за скосов на ней можно танковать одноклассников. Но в любом случае, выглядит это как будто просто огромный бункер установили на корпус. Благо, хоть спасает снаряжение сердечниками. И можно за счет альфы кого-то перестреливать. Но в любом случае, по сравнению с топовой комплектацией этой тачки, сток унылый и неиграбельный кусок металла. Потому что в топе вы получаете, опять же, один из лучших тяжелых танков на 8 уровне. Подвижность вырастет, хоть и ненамного. А вот что вы точно заметите, так это новую, хорошую, обтекаемую башню. И 122-миллиметровое орудие, у которого вырастет пробитие до адекватных цифр на уровне. И самое главное, альфа станет 420 единиц. А сердечниками это просто космос. На выходе вы получите тяжелый танк с неплохой броней, с отличной динамикой и крепкой альфой. Лично мне Марковский безумно нравится, и я действительно считаю его одним из лучших тяжей на 8 уровне. Вы же свое мнение можете написать в комментарии по этому поводу. Ну а мы переходим к последнему танку на сегодня. 9 уровень. Британский Конкверрор. Подождите, это точно 9 конь? Так, даю вам 10 секунд на раздумье. Где стоит 8 уровень Каен, а где 9 конь? Сложная задачка, не так ли? Честно говоря, пока я все это монтировал, сам забыл и пришлось перепроверять. Но слева стоит 9, а справа 8. Да, после прокачки Каер Нарвона вам дают опять Каена. Да, Мавродию до таких махинаций еще дорасти надо. Наши разработчики в этом плане молодцы, конечно. Ну а если серьезно, то в стоке вы реально будете играть на 8, хотя это 9 уровень. Но ведь Каен сам по себе хороший танк, проблем быть не должно, так ведь? Все не так просто. Дело в том, что конь в отличие от 8 уровня своей ветки встречается с десятками. А там альфой в 200 единиц уже никого не удивишь. И вы будете страдать. Брони 0, ДПМ неплохой. Ну камон, с такой альфой против танков, у которых под 3000 хп, вы ничего сделать не сможете. Разве что пощекотать их. Но если вы прокачаете нашу лошадку до топа, то ой, как вам станет комфортно играть. Сразу скажу, что брони больше не будет. Танк останется картонным, способным танковать только маской эрудия разве что. Но самое главное, это пушка. И она здесь такая же, как у топа ветки FV215B. А это значит, что и недавно апнутые фугасики у вас тоже будут. Вот только вы сможете использовать их против восьмых уровней, где почти все танки пробиваются в лоб на 500 плюс урона. Да, да, да. Конь в топе, конечно же, в умелых руках просто кайф машина. Теперь вы сможете противопоставить себя и десяткам с таким-то орудием. Опять же, главное умело реализовывать фугасики. Что ж, на этом мое видео подходит к концу. Надеюсь, вам понравилось. Напишите в комментарии, какое преображение из стоков топ вам зашло больше всего. А Рейл 44, 53ТП Марковского или Конкверер будет интересно почитать. Всем огромное спасибо за просмотр. Не забудьте подписаться на канал, оценить ролик лайком и приходите на стримы и участвуйте в розыгрышах премиум танков. Увидимся в следующих видео.